Валентин Катасонов. Новая экономика России. Экономика Сталина или экономика колоний? Приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Добрый день, уважаемые читатели издательства «Книжный мир». Здравствуйте, дорогие наши зрители канала «Книжный мир». Сегодня мы в гостях у доктора экономических наук, председателя Русского экономического общества имени Шарапова Валентина Юрьевича Катасонова. Здравствуйте, Валентин Юрьевич. Да, здравствуйте всем. Добрый день. Валентин Юрьевич, как вы видите будущее российской экономики? Так сказать, желаемое и пессимистичное варианты развития? Да, очень интересный вопрос. Конечно, один Господь Бог знает будущее не только экономики, но и всей России. Да и потом, собственно, прежде всего всей России, потому что будущее всей России предопределяет и будущее российской экономики. Но, кстати говоря, я тут вспоминаю, неделю назад еще были буллы и дискуссии вокруг такого документа, как основные направления единой государственной денежно-кредитной политики. Этот документ был подготовлен Банком России, и там в третьем разделе, собственно, изложены три сценария возможного развития российской экономики. Но я должен сказать, что этот документ, основные направления, это ритуальный документ, который готовится каждый год, вносится на обсуждение Государственной Думы, утверждается, этот документ является неким ориентиром, который необходим для разработки федерального бюджета на следующий год и следующее трехлетие. Ну, вам должен сказать, что, как всегда и в нынешнем документе Центрального банка, один сценарий пессимистичный, другой оптимистичный, ну а третий базовый. Они всегда это называют базовым. Оптимистичный сценарий, это значит, Россия сумела адаптироваться к новым условиям. Вот пессимистичный вариант. Россия не только не сумела адаптироваться к новым условиям, но мировую экономику накрыла глобальная экономическая рецессия. Грубо говоря, экономический спад. Ну и базовый сценарий. А базовый сценарий, это завтра будет так, как было сегодня или было вчера. Грубо говоря, метод простой экстраполяции. Но я вам должен открыть секрет, для разработки федерального бюджета берется всегда базовый сценарий. Остальные это, так как говорится, бесплатные приложения. Давайте посмотрим, что предлагает Центральный банк в базовом сценарии. В базовом сценарии инфляция сохраняется на высоком уровне в следующем, в 2023 году. Она по-прежнему оценивается двузначным числом. Вот сегодня, значит, последние оценки экспертов и прогноз Центрального банка. Инфляция 15-16%. Дальше, валовый внутренний продукт, опять со знаком минус. То есть, у нас по факту рецессия, экономический спад, экономический кризис. Просто ни Центральный банк, ни Минэкономразвитие, ни другие экономические ведомства не любят это слово. Они любят такое словосочетание. Отрицательные темпы экономического роста. Вот так вот. Так что, отрицательные темпы экономического роста. Я бы так сказал, базовый сценарий – это сценарий полного бездействия. Последние полгода, ну вот сегодня, кстати говоря, 24 число, ровно полгода назад началась специальная военная операция. И вот за эти полгода я вижу полное бездействие. Да, были некие рефлексии на события в конце февраля. Значит, был президентский указ 28 февраля, который предусматривал введение жестких валютных ограничений, практически полного запрета на трансграничное движение капитала, ну и целый ряд других мер, которые, в принципе, были правильными. Другое дело, что последующие указы и другие нормативные документы, они фактически нивелировали вот этот запал, конструктивный, позитивный запал указа президента вот 28 февраля. И более того, Центральный банк, даже в упомянутом мной документе основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, говорит, что, мол, стабилизация наступила, и поэтому уже мы можем опять заниматься валютной либерализацией. Вот такие вещи. То есть экономический блок, финансово-экономический блок правительства плюс Центральный банк, они фактически обездействуют, и это, конечно, на руку нашим геополитическим противникам. Хотя сказать, что обездействуют, это неправильно. Они продолжают удушение российской экономики. Значит, когда началась специальная военная операция и первые санкционные удары со стороны Запада, Центральный банк поднял ключевую ставку до 20%. Соответственно, процентные ставки по кредитам стали просто астрономические, и в массовом порядке получатели кредитов стали отказываться от этих кредитов, даже несмотря на штрафные санкции. Вот. Я слежу за таким показателем, вернее, за таким документом, как баланс Центрального банка. Пока его еще не запретили, на месячной основе Центральный банк публикует эту информацию, укрупненные агрегаты баланса. Вот, просто чтобы вам было понятно, в феврале месяце в активах Центрального банка Российской Федерации кредиты составляли 11 триллионов рублей. Последние данные по итогам июля кредиты составили только 2 с небольшим триллионом. Чувствуете, какой обвал произошел? В общем, я так думаю, что для того, чтобы что-то произошло в экономике, необходимы какие-то серьезные политические изменения. Потому что нынешние руководители ни Центрального банка, ни Минфина, ни Минэкономразвития, ни Минпромторга, они не принимают необходимых решений.